Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и будем обсуждать месячные возвраты. Я хотел выпустить это видео, потому что прошло довольно много времени с тех пор, как мы смотрели последний раз на месячные возвраты. И как я говорил ранее, есть такая вещь как сезонность. И в то время как она обычно отыгрывает, она не должна делать это каждый раз. И это то, что мы видели в прошлом году. Только потому что большинство сентябрей красные, не значит, что все они красные. И прошлый. Сентябрь как раз красным не был. Пару недель назад я упоминал, что август и сентябрь в среднем не очень хорошие месяцы для биткоина. И похоже, что всегда появляется какая-то причина. В этот раз можно сказать, что это был керри трейд, который появился. Но август и сентябрь в среднем не хороши для биткоина. В среднем возвраты по биткоину в августе минус 1,8%. Но стандартное отклонение плюс-минус 23,2%. Опять же, минус 1,8% это статистически незначительно. Так же как в сентябре. Это минус 6,2% плюс-минус 12,6%. Так что основное число не особо что-то значит. Невозможно смотреть на это и говорить, что у нас будет минус 1,8% в этом месяце или в сентябре минус 6%. Очень много разницы в непосредственной числах, которые мы получаем. Но суть в том, чтобы сказать, в среднем мы знаем, что биткоин исторически растет со временем. Мы это знаем и это довольно явно видно. Просто зайдем вот сюда и посмотрим на биткоин и отдалимся на месячный график биткоина. Вот вся история. Он в целом двигался наверх. Мы знаем и рынки в целом в основном идут наверх. Особенно для активов, которые здесь задержатся. Очевидно, есть активы, которые падают, но для активов, которые являются хорошими, у которых хорошая фундаментальная ценность. Они растут со временем. Особенно со всем этим печатанием денег. Когда вы смотрите на денежное предложение и раскладываете его к биткоину или даже к СНП, вы увидите, что прогресса обычно даже и нет, если учитывать денежное предложение. Но возвращаясь к месячным возвратам, в среднем каждый месяц в календаре был зеленым, за исключением двух, август и сентябрь. Опять же, сейчас биткоин упал примерно на 8% в августе. Это может звучать как много. В 2023 биткоин упал на 11% в августе, а в 2022 на 14%. Даже в 2019, с которым мы много сравнивали то, что происходит сейчас в 2024, просто потому что это год, в котором Федрезерв срезает ставки, и теоретически он срежет в сентябре, в 2019 биткоин упал на 4,5% в августе. Даже во время бычьего рынка в 2016, в год Халвинга, многие сравнивали этот цикл с 2016. Биткоин упал на 8% в августе, а потом он на самом деле вырос в сентябре. И мы видели в 2023, как биткоин вырос в сентябре на 4%. Так что одна из вещей, которые я замечаю, в том, что в среднем биткоин красный в сентябре. Если он зеленый, это обычно всего лишь слегка зеленый. В прошлом году было всего 4%. В рынке акций 4% это, конечно, хорошо. С биткоином цифры очень сильно отличаются. В октябре было 28%, в ноябре 8,7%, в декабре почти 12%, июнь почти 12%, март 23%, январь почти 40%. Так что да, 4% это хорошо, но даже когда вы получаете зеленый сентябрь, он все еще относительно слабый по сравнению с другими зелеными месяцами, которые есть у биткоина. 2016 отличный год для биткоина, всего 6% в сентябре, 2015 мы видели, как биткоин рос в четвертом квартале. Сентябрь был всего 2,5%. Так что переходя к этому сентябрю, одна из вещей, на которые я смотрел, – это то, что многим сентябрям, которые зеленые, предшествуют красный август. В 2023 у нас был зеленый сентябрь и красный август, в 2016 и 2015 у нас был зеленый сентябрь и красный август, в 2012 у нас был зеленый август, но, по крайней мере, это показывает, что в недавней истории биткоин был зеленым в сентябре после красного, брутального августа. Опять же, я знаю, что эти видео не особо ценные, если быть честным, но я просто хотел отдалиться и сказать, послушайте, ребята, часто в летние месяцы у нас летний спад, и мы об этом говорили. Мы говорили, что будет хороший шанс летнего спада, того, что рынок будет падать в июне. Я также сказал в апреле, если вы помните, и люди говорят, продавай в мае и уходи. А я тогда сказал, что обычно биткоин отскакивает в мае и продается опять в июне, когда летний спад действительно начинается. И я помню, как я говорил об этом. Это смешно, потому что это отыграло почти идеально. Обычно, что происходит, этот биткоин сливается во второй половине апреля. Вторая половина апреля, и мы увидели это. И потом в мае все пугаются. Все такие, продавай в мае и уходи. И потом в мае он обычно отскакивает. И потом к лету он начинает спускаться вниз. Попросто люди, которые продали здесь, они в итоге купили вот здесь. И он опять идет ниже, чем предыдущая точка их продажи. И это то, что мы видели несколько раз. Это даже произошло в прошлом году, когда рынок слился в апреле, и потом отскочил в начале мая, даже в 2021. Рынок слился во второй половине апреля и подпрыгнул в мае, и потом слился в лето. Я думаю, многие вещи можно потерять в переводе. Люди говорят, продавай в мае и уходи, но на самом деле, часто биткоин сливается во второй половине апреля и может отскочить в начале мая. Итак, возвращаясь к месячным возвратам. В среднем, большая часть месяцев зеленая. Но есть два, которые в среднем красные. Если у нас будет зеленый сентябрь, он обычно не фантастический. Так что, если вы неоднозначны по поводу рынка, он ничего не делает. И Бен постоянно говорит, доминация то, доминация это. Но суть в том, что, послушайте, это исторически худшее время года для биткоина. Даже когда рынок в целом идет наверх. Конечно же, я много сравнивал в этом году с 2019, в основном из-за среза ставок. И это очень похожий паттерн. Основная идея уменьшающихся максимумов и минимумов. Пока Федрезерв не сделает достаточно для того, чтобы заинтересовались люди. И вы видите, то же самое отыгрывает сейчас. Очень похожие вещи. Я просто думаю, это не так сильно отличается от того, что мы видели в 2019. Вы можете сказать, что Федрезерв заработал здесь мягкую посадку к концу года. Но вместо этого мы получили пандемию. Но вы можете сказать, что вот так выглядела бы мягкая посадка. Что я думаю, может отыграть, по крайней мере, в краткосроке. Это август и сентябрь. Вероятно, не будут снова мёлтайм хай. Моя догадка. И если вы помните, одна из вещей, которую я упоминал, мы говорили о вероятности раннего пика. И я всегда был против идеи этого. И я бы сказал, что это возможно. Всегда есть вероятность раннего пика. Я думаю, что многие люди думают о раннем пике и думают о том, что биткоин получит пик в конце 2024. Есть возможность, что это произойдёт. И если бы это произошло, то вы бы ожидали, что биткоин начнёт ускоряться в октябре, ноябре, декабре. Если у вас будет параболическое ралли в это время, то будет хороший шанс раннего пика. Но, если вы помните, в марте одна из вещей, о которых я часто говорил, была в том, что вместо раннего пика есть шанс того, что рынок просто ничего не будет делать до 2025 года. И причина, по которой я это говорил, в том, что это именно то, что происходило в 2019-м, когда пробилось золото. Золото пробилось летом 2019-го, как вы помните. И когда оно пробилось, пробилось над своей областью, в которой оно держалось довольно долго. Давайте откроем недельный график. Ну, золото консолидировалось какое-то время. И потом, летом 2019-го, оно, наконец, пробилось, и это отметило среднесрочную вершину. И в этом цикле вы можете увидеть что-то похожее. Золото пробилось, и это была среднесрочная вершина для биткоина. И в 2019-м рынок сливался примерно 6 месяцев. И потом мы получили рецессию. Так что в итоге было 9 месяцев. В марте я сказал, что вместо раннего пика. Что если вместо этого рынок будет остывать 6-9 месяцев? Так что мы подбираемся к отметке в 6 месяцев. Отметка в 6 месяцев будет в сентябре. Так что если это будет следовать 2019-му, то вы можете сказать, что то, что произойдет к сентябрю, может теоретически быть тем, что вы можете рассматривать как мягкую посадку, какая бы цифра это ни была. Будет это двойное дно или увеличенный минимум, неважно. Это будет скорее всего тем, что люди будут рассматривать как мягкая посадка, особенно если сравнивать это с прошлым циклом. Помните, месячные возвраты в августе и сентябре склонны быть не очень хорошими. И в 2019-м, в год, когда Федрезерв срезал ставки, биткоин падал в августе и сентябре. Если вы помните, одно из вещей, о которой я говорил о раннем пике, которое более вероятно, это то, что летний спад заканчивается летом. Но если он продвигается дальше, и у нас будет уменьшенный минимум, то это больше похоже на 2019-й, и это больше похоже на 19-й. Если вы в лагере раннего пика, и опять это возможно, вы также должны рассматривать возможность того, что это будет гораздо раньше, чем вы думаете. И это может быть страхом, с которым столкнутся многие люди через пару месяцев. Все ли это или будет ли еще что-то в 2025-м, как это было в прошлом цикле, на следующий год после среза ставок. Биткоин хорошо себя показал, было падение, но отличная вещь об этих падениях в том, что биткоин хорошо из них восстанавливается, поскольку Федрезерв печатает много денег. Я думаю, что сейчас, о чем стоит думать, это то, что это время года, где биткоин склонен нехорошо себя показывать. И мы можем винить многие вещи, можем посмотреть на пары альткоинов к биткоину и сказать, что это сбывается. И мне нравится думать, что это, вероятно, основная причина, а ликвидность кончается в рынке альткоинов, биткоину тяжело. Но это то, что обычно происходит. Мое мышление в том, что август и сентябрь склонны быть нехорошими. Если они зеленые, то не очень. Следующий большой шанс движения будет октябрь. Помните, в 2019-м был красный ноябрь и декабрь, но октябрь был зеленым. И вы можете видеть, что на самом деле очень много октябрей зеленые. Он похож на инверсию сентября. Большинство сентябрей красные, а большинство октябрей зеленые. Мне хочется увидеть, что произойдет в следующий месяц-полтора. Всегда может быть зеленый октябрь вне зависимости, конечно, но если у вас также будет красный ноябрь и декабрь, как в 2019-м, то это действительно может дать дорогу возможностям в 2025-м. И это будет больше похоже на цикл 2019-го. На данный момент вы можете сказать, что есть достаточно схожих моментов с 2016-м, чтобы сказать, что он в какой-то степени ему следует. На самом деле, если вы посмотрите на возвраты от начала года до даты в 2024-м и сравните с 2016-м, он попросту в той же точке. Но даже в этом случае вы можете видеть, что следующие недели или около того будут относительно никакими. И если он ускорится в сентябре, он все равно никуда особо не пойдет до конца года. И если он последует в 2019-м, вы можете увидеть, и это тоже валидное сравнение, после этой вершины в середине цикла в 2019-м биткоин устанавливал уменьшенные максимумы и минимумы до того, как Федрезерв значительно не срезал, что подтолкнуло рисковые активы и крипто к росту. Я думаю, что вот это сравнение, это валидное сравнение, это медленное стекание. Но это недостаточно быстро происходит для того, чтобы люди начали бояться. Но это также как бы происходит. И каждый раз, когда мы поднимаемся к максимумам, биткоин сливается опять. К счастью, мы очень много это обсуждали в марте и апреле, когда пробивалось золото, и доминация USDT прикасалась к линии тренда, чтобы подготовиться к этому сценарию. И я думаю, что многих это застало врасплох. Я думаю, что многие люди подумали, что халвинг означает, что будет только рост. И на самом деле это не так. Но угадайте, что в 2016 после халвинга тоже был не только рост. Если вы посмотрите на возвраты после халвинга в 16 и сравните с этим циклом, вы можете видеть, что биткоин также спускался после халвинга. Я просто хотел выпустить видео, поговорить о месячных возвратах. Прошло довольно много времени с последнего такого видео. И еще одна вещь, которую мы как бы разложили здесь. Это счет возвратов. Если он зеленый, добавляем один. Если красный, отнимаем. И вы можете видеть, что в 2017 была вершина на отметке в 23, в 21, на отметке 24. И биткоину тяжело пробиться через 26 сейчас. И вы можете также посмотреть на это, где вы добавляете плюс-минус 2, если у вас больше или меньше 30 процентов. И вы увидите похожие вещи. Движение наверх и консолидации на новых максимумах на какое-то время. Здесь, в середине, на откате в 2019, рынок в целом шел вниз перед движением наверх. Я просто хотел рассказать про месячные возвраты и сказать, что это обычно не лучшее время для биткоина. Август и сентябрь в среднем не так хороши. Пока этот раз не отличается. Вероятно, и не будет отличаться. И вероятно, следующий настоящий шанс не появится до октября. Но увидим. Спасибо. Подпишитесь и увидимся.